Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. В горах Сочи нашли пропавших туристов. Один вышел на связь сам, второго обнаружили погибшим. Председателям гаражных кооперативов и садовых товариществ напомнили о бдительности. Об этом шла речь на заседании городской комиссии. 1 июня в Сочи стартует летняя оздоровительная кампания. Какие новшества она обещает, обсудили на совещании с педагогами. 1945 метров по лесу. Патриотический забег прошел в окрестностях села Прогресс. Новую школу с математическим уклоном откроют в Сочи в этом году. Она появится на базе Всероссийского образовательного центра для одаренных детей «Сириус». Учиться там смогут не только воспитанники центра, но и сочинские школьники. Об этом сегодня на встречу говорили губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и руководитель «Сириуса» Елена Шмелева. Мы открыли уже программу для сочинских школьников не только в рамках центра «Сириус», но и в рамках инженерных классов, так мы их назвали. 1 сентября к нам будут приходить 45 ребят из сочинских школ, которые прошли конкурсный отбор в инженерные математические классы. У них программа будет выстроена следующим образом. Три дня в неделю они будут учиться в своих школах, а на два дня они будут приезжать в «Сириус», где получат программу, углубленную по физике, математике, химии, биологии и информатике в лабораториях и мастерских научного парка «Сириус». «Сириус» безусловно это уникальнейший проект, образовательный проект в нашей стране, это президентский проект. Нам очень повезло, что он реализовывается в Краснодарском крае, в нашем случае. Естественно, мы здесь очень хотели бы воспользоваться этой возможностью и совместно с вами предоставить возможность детям Краснодарского края найти себя в жизни, раскрыть свои способности, таланты и, конечно, успешно реализоваться в жизни. Это будущее, будущее, безусловно, и края, но и, конечно, и страны. Кроме этого, в образовательном центре «Сириус» повышение квалификации проходят кубанские учителя. Уже 350 педагогов посетили профессиональные мастер-классы. В будущем на базе «Сириуса» в Сочи планируют открыть детский сад и лицей на 1100 мест, что позволит талантливым ребятам с ранних лет раскрывать свой потенциал. В горах Сочи нашли пропавших туристов. Найден молодой человек, который перестал выходить на связь близ горы Сахарной. В спасательный отряд ранним утром сегодня позвонила мать парня, которого начали искать 2 мая. Она сообщила, что ее сын найден, но он встретил туристов, находившихся неподалеку от вершины горы, и попросил телефон, чтобы позвонить родным. Еще одного мужчину обнаружили погибшим. Дополнительная группа спасателей сегодня вылетела в район хребта Олег. При помощи Альпснаряжения сотрудники МЧС десантировались с борта воздушного судна в каньон реки Ац. Там и было обнаружено тело туриста. По предварительной информации, он упал с высоты около 40 метров на сложном скальном участке. Тело погибшего 39-летнего сочинца транспортировали на базу МЧС и передали сотрудникам следственных органов. Председателям гаражных кооперативов и садовых товариществ напомнили о правилах антитеррористической безопасности. Именно эти формы организации жилья могут нести в себе потенциальную угрозу. Об этом шла речь на очередном заседании межведомственной группы антитеррористической комиссии. В президиуме представители администрации, Росгвардии, ФСБ, УВД, МЧС в зале председателей гаражных кооперативов и садоводческих товариществ. Хозяева этих объектов нередко сдают их в наем, извлекают выгоду и при этом не платят налоги. Но все же главный вопрос это безопасность. К сожалению, но ради заработка 25 тысяч гараж сдается в аренду. Кроме заработка люди забывают о том, что те, кто там проживают, могут быть опасными для общества. И если сегодня не заниматься вопросами безопасности, не выполнять их, быть недисциплинированным, жди беды. Беда в марте этого года пришла в село Бестужевское. Отчим убил свою пятилетнюю паченицу. При этом преступник проживал в России незаконно. Дачный домик в садовом товариществе «Луч» снимал. Информацию о новом жильце председатель садового товарищества должен был для проверки подать в полицию, настаивает Пахомов. Но это не было сделано. Когда мы только начинали работать в садовом товариществе, даже не думали, что это тоже входит в наши обязанности. Но после последнего события, конечно, пересмотрели полностью отношения. То есть сейчас мы следим за всеми, естественно, прибывающими, как вы правильно сказали, квартиранты. Кто там сдает или приезжает временно. Вот, понятное дело, что надо здесь с участковым и держать, что называется, связь. Сейчас во всех районах города продолжаются обходы дачных домиков и гаражей. Только в центральном районе 78 гаражно-строительных кооперативов, а это более 2700 боксов. Из них комиссии осмотрено более 2000. Эта работа актуальна всегда, особенно накануне старта летнего сезона и чемпионата мира по футболу. С 25 мая в силу вступает ухаз президента, который предполагает, что все граждане России, въехавшие в Сочи на время Мундиаля, должны быть зарегистрированы в городе в течение трех дней, а иностранцы в течение суток. Вторым важным вопросом, который обсудили на совещании, стала тема противопожарной безопасности. В преддверии пожароопасного периода, который начнется у нас с середины мая, поэтому убежден, будет введен особый противопожарный режим, который будет запрещать разведение костров, усиливать ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. Будут организованы патрульные группы, тем более у нас будет уже чемпионат мира, подготовка серьезная к этому идет, и профилактические меры будут направлены на предупреждение пожаров, информирование населения в первую очередь. Для председателей садовых, товариществ и гаражных кооперативов подготовлены памятки о соблюдении норм пожарной безопасности. Кроме того, им еще раз напомнили о серьезной ответственности, которую они будут нести в случае возгорания и других ЧП. Елена Овсецна, Ольга Десятого, Максим Ковригин, телекомпания ФКТ. В Сочинском национальном парке волонтеры убрали 6 тонн мусора с берегов реки Мзымта. Субботник прошел в рамках всероссийской экологической акции «Зеленая весна. Года добровольца» и в преддверии чемпионата мира по футболу. В мероприятии приняли участие около 200 человек – представители Минприроды России, Роспатриотцентра, Русского географического общества, МЧС, общественных экологических и волонтерских организаций. Добровольцы не только собрали бытовой мусор, но и очистили русло реки от поваленных деревьев. Акция прошла во всех 16 лесничествах Сочинского национального парка, одновременно собрав около 500 человек. Напомню, ранее глава Минприроды России Сергей Донской поручил подключиться к субботникам в период с 21 апреля по 21 мая всем подведомственным министерствам, службам и агентствам, а также особо охраняемым природным территориям. 1 июня в Сочи стартует летняя оздоровительная кампания. Сегодня глава города Анатолий Пахомов провел расширенное совещание с педагогами общеобразовательных и спортивных школ, учреждений дополнительного образования. Расскажет Елена Овсецина. Через полмесяца школьники уже будут свободны от учебы. Чем они будут заниматься дальше, учителя должны знать. Этого требует мэр Сочи Анатолий Пахомов. Потому что безопасность и жизнь каждого ребенка самое ценное, что вообще может быть. Каждый ребенок должен быть под контролем учителя. И сегодня все понятно. Во-первых, через интернет нужно связаться. Каждый классный руководитель может написать, Леша, а ты где? В любом случае дети часто выкладывают свои фотографии в социальные сети. И даже по ним можно определить, где ребенок проводит время. Читает ли он дома книгу, гуляет в парке или пробует себя в роли зацеперов, что крайне опасно. Учителям также напомнили о том, что при планируемых поездках с группами детей необходимо не только заказывать специальный транспорт, но и машину сопровождения ГАИ. А еще для быстрой связи с полицией озвучили мобильный телефон заместителя начальника полиции по охране общественного порядка и общественной безопасности. Во всяком случае, уже сейчас пора заполнять дневники занятости юных сочинцев в летнее время. Для детей лето 2018 года будет отличаться от лета 2016 или 2017. Оно и не может быть одинаковым, потому что каждый год в Сочи проходят различные мероприятия. В этом году, например, чемпионат мира по футболу. Сочинским школьникам предлагают отдых и оздоровление не только в лагерях и санаториях, но и активное участие в спортивных мероприятиях, а также в социальных акциях и проектах. Традиционно с 1 июня будут работать площадки нашего двора. Их будет в это лето 146. Уже проведена их паспортизация. На каждой с ребятами будут заниматься волонтеры, прошедшие обучение в школе вожатых. 44 лагеря труда и отдыха на базе школ примут 980 детей для организации первых трудовых будней. Кроме того, 63 детских школьных лагеря. Организаторов детского отдыха на площадках наших школ, на спортивных площадках и площадках при домах культуры я призываю к творческому подходу. У всех же есть свое что-то интересное. Кто-то в чем-то лидер, кто-то может организовать спорт, а кто-то может организовать викторину, а кто-то придумает игру, что, где, когда и будет этим заниматься. Ну, то есть, возможности здесь колоссальны. Каждое управление, образование, культура, молодежные политики и департамент по физической культуре и спорту подготовили индивидуальную программу активности для сочинской детворы. Уже сейчас многие из них проявляют себя в творчестве. Вот такую футбольную символику к фестивалю болельщиков подготовили ученики 24-й школы. Это в основном все делается из бумаги. Из бумаги, хотя здесь представлены и другие техники, но в основном такие вот мячи, как они это видят. Это могут быть они и в какой-то вот такой интересной, да, смешной форме. Фантазия уже самих школьников, потому что это все делано руками именно школьников. Другие дети, отметили на совещании, проявили активных 9 мая. Это ученики 13-й школы. Они объявили в городе акцию «Бери и делай». Привели в порядок братскую могилу 79 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками. Такая акция, которая показывает, что каждый сочинец, каждый гражданин может сделать какое-то доброе дело для города. И зачастую для этого не нужны какие-то колоссальные материальные затраты, не нужны, наверное, какие-то нечеловеческие трудозатраты. Но если мы у каждой семьи, у каждого учащегося, у каждого родителя сформируем именно такое отношение к родине, именно такое отношение к городу, то я уверен, что в самое ближайшее время в каждом дворе, на каждой улице, в каждом доме, да и в каждой семье будет у нас полный порядок. Среди новинок создания в дни школьных каникул летней киношколы мы снимаем в Сочи работа двух профильных лагерей в сельской местности. Акции «День без компьютера», «Для игры всегда есть время», «Читай Сочи», «Нас объединяет футбол». Главный девиз – лето классное, безопасное. Елена Всецина, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Урок истории в полевых условиях. В рамках занятий по основам безопасности жизни сочинские школьники узнали об истории казачества в годы Великой Отечественной войны. Урок мужества провели на открытом воздухе. В роли преподавателей выступили казаки. Они рассказали о вкладе кубанцев в Великую Победу. Здесь же были представлены макеты оружия, которое во время войны применялось и российской армии, и фашистской Германии. В рамках занятий ОБЖ в школах мы проводим с детьми занятия. Мы рассказываем историю и казачества в годы Великой Отечественной войны при борьбе с фашизмом, историю нашей страны. Сегодня, если мы правильно воспитываем молодежь, завтра наша страна будет жить еще лучше, еще спокойнее. Мы давно планировали этот выезд. Мы его даже так назвали, наши военно-полевые сборы, еще с февраля месяца. И дети очень ждали их. Для них очень ценные рассказы о военном оружии, вообще о временах 41-45-х годов. В уроке мужества приняли участие и спасатели. Они познакомили школьников с индивидуальным рационом питания сотрудников МЧС. Такие наборы сегодня значительно облегчают работу в полевых условиях. Также школьникам рассказали о том, как выжить в лесу без подобного сухопайка. Ну а закончилось мероприятие по спортивному волейбольным матчам. Завтра в Сочи состоится легкоатлетическая эстафета в честь наступающего Дня Победы. Все желающие пробегут по центральным улицам Сочи, от парка Ривьера до площади Флага. А в селе Прогресс памятный забег уже состоялся. В честь Дня Победы сочинцы пробежали символически 1945 метров по лесным тропам. В рамках военно-патриотической акции «Наша Победа» любой желающий мог принять участие в соревнованиях по кросс-походу и трейл-гонкам по пересеченной местности. В долине реки Агура участникам предложили на выбор три дистанции. Индивидуальные забеги на 1945 метров и 9 километров, а также командный забег на 73 километра. Отменить праздник можно по-разному. Можно накрыть стол, поднять маленький бокал с большим чувством. А можно сделать просто такое хорошее мероприятие на свежем воздухе, приблизить максимально к боевой обстановке. То есть не гладкий бег по стадиону сделать, а вот именно такой настоящий трейл, именно с испытанием с бродами, с подъемами, с пусками. Присоединиться к акции решили полтысячи участников. Это ученики сочинских школ, воспитанники спортивных секций, казаки, представители правоохранительных структур, общественных организаций, спортивных клубов. Среди них есть и гости из Красноярского края, Санкт-Петербурга, Калининграда, Саратова, Пензы, Туапсе и Северска. Мы сразу для себя приняли решение о том, что мы обязаны здесь быть, и мы с большим удовольствием второй год приезжаем сюда в Сочи. Это тоже дорогого стоит, когда приходят сюда целыми семьями, и это будущее этого марафона. В программе «Гонки. Наша победа» помимо спортивной составляющей запланировали и встречу с ветеранами, фото-выставку, концерт военной песни. Здесь же на финише работала полевая кухня. Свои умения продемонстрировали воспитанники городских военно-патриотических клубов. Галина Моисеева, телекомпания «ФКД». Мы память бережно храним. Городской театральный фестиваль под таким названием продолжается в Сочи. Свои постановки, посвященные Великой Отечественной войне и Дню Победы, уже показали школьники из Лазаревского и Адлерского районов. Ну а сегодня эстафету приняли учащиеся из центра Сочи. Задача школьников в рамках театрального конкурса «Мы память бережно храним» представить на сцене небольшой фрагмент из произведения о Великой Отечественной войне. На все не более 10 минут. Произведения очень разные. Подготовка детей очень разная. Но радует то, что благодаря вот этой акции, благодаря этому проекту, конечно же, мы видим совсем других детей. Дети раскрываются по-новому. Жюри оценивает интересное режиссерское решение, лучшее музыкальное и сценическое оформление, актерскую игру. Ты подержи, славная, ты продержи. Скоро, скоро закончится это. Надо отметить, что школьники действительно постарались. В каждом мини-спектакле попытались отразить дух военного времени, рассказать о подвиге участников тех страшных событий, о героизме русского народа. Мы сегодня будем представлять постановку в августе 44-го. Мы ее поставили ко дню Великой Отечественной войны, то есть ко дню 9 мая. И мы очень рады вообще здесь выступать, так как это большая честь для нас. Это очень важно, так как это история наших дедов и прадедов. То есть мы постоянно помним о них. Мы должны помнить, что это битва, что эти люди пали ради того, чтобы мы сейчас хорошо жили, мы жили под мирным небом, синим небом, и чтобы у нас было все то, что не было у людей во время войны. Конкурс «Мы память бережно храним» проходит во всех районах Сочи. Имена победителей станут известны ко дню победы. Майские мотивы представили в Сочи. Одноименная выставка открылась сегодня в арт-медиа-центре «Родина». Авторы работ – члены сочинского отделения Союза художников России. Здесь представлены лучшие живописные и графические работы 20 хорошо известных художников Юга России. Одни уже знакомы сочинцем по предыдущим выставкам, другие представляют свои работы впервые. Майские мотивы позволяют присмотреться к творчеству местных художников, очень разных и в то же время объединенных любовью к родному городу. Отметить таким образом День Победы – решение в духе профессионального коллектива. Искусство, в том числе изобразительное, помогало прийти к победе в годы войны. Плакаты советских художников поддерживали боевой дух народа. Сразу после войны создавались живописные произведения, скульптуры, осмысляющие опыт пережитого. И произведения, посвященные послевоенному восстановлению страны, надеждам на счастливое будущее. Выставка «Майские мотивы» – приношение к историческим майским праздникам, отмечаемым страной. И весенний привет всем любителям искусства. Банан весом 80 килограммов и дамская туфелька в полтора центнера. В парк Ривьера завезены особо крупные предметы. Впрочем, это лишь часть общей подготовки к новому курортному сезону. Искока на упаковке с треском вылупляется фламинго. В своей очереди ждет пират и еще несколько персонажей, превращенных в небольшие лодки. Новый аттракцион вот-вот будет запущен в плавание. Другие уже работают. Всю эту часть парка благоустроили к началу сезона. Раньше стоял комплекс таких батутов, которые уже, как сказать, морально устояли. В своей работе мы руководствуемся всегда самым главным принципом, чтобы сохранить зеленое насаждение. И вот на этой площадке мы оставили все, без исключения, деревья. В Ривьере немало подобных семейных тематических уголков. Впрочем, уменьшительно-ласкательные формы речи не подходят при описании еще одного нового места отдыха – Дома Великана. В Доме Великаны и вещи под стать названию. Гигантомания создателей превращает посетителей в лилифутов в Доме Гулливера. Пока в их роли сотрудники парка, которые и готовят новоселье, расставляя по местам многокилограммовые предметы интерьера. Вообще, к сезону в Ривьере подготовлено несколько премьер. В Конном театре заключительные прогоны нового спектакля. Рыцарь спасает принцессу, побеждает врагов. И в Конном, и в пешем бою. Средневековые герои в исполнении профессиональных каскадеров. На выходе новая сказка для семейного формата, для взрослых с детьми можно приходить. А с 1 июня будет еще один спектакль уже с вечерним уклоном. Сочетание лошадей, музыки, красивых костюмов, придумало сюжет, а это даст вам незабываемое впечатление. Сергея Крылова, певца, шаумена, актера в парке можно видеть часто, причем круглый год. Как он сам говорит, Ривьера для него место особое. Ривьера – это такая репетиция рая. Потому что, да, здесь на самом деле очень много внимания со стороны людей, которые работали. Вопрос, а что можно завести из Сочи? Я думаю, что из Сочи можно увести ощущения, которые ты получаешь в Ривьере. Дельфины и морские львы выступают вместе. Редкое зрелище. Игра футбол в дельфинарии Ривьеры, разумеется, не случайна. Как и во всем городе, здесь готовятся к чемпионату мира. Дельфины тоже здорово играют в футбол, на самом деле, очень спортивные ребята. Львы сами вообще из Южной Америки, где есть Бразилия знаменитая. То есть это марадонный пилет такого подводного мира. Фактически курортный сезон в Ривьере длится круглый год. И мнение отдыхающих о парке неизменно. Впрочем, парк предлагает не только развлечения. Магнолии, которые без малого 60 лет высаживают легендарные люди планеты, помогают вспомнить важные страницы прошлого. Уже во время майских праздников Ривьера предложит новые аттракционы. Здесь увеличится число представлений. Более того, спустя еще месяц их станет еще больше. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. Ну и на этом наш выпуск завершен. Я напоминаю, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok